МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жить стало лучше, жить стало веселее. Или все-таки денег нет, но вы держитесь. В России и на Украине практически одновременно провели социологические опросы населения. Мнение простых людей обсудим сегодня с социологом Евгением Копатько. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, насколько в принципе можно доверять не социологии, как науке, а тем компаниям, которые проводят эти исследования? Ведь, по сути, что им заказчик дал, какие цифры, те они и нарисовали. Я думаю, что это поверхностное предвзятое мнение относительно того, что делают. Во-первых, давайте так. Если бы заказчик дал, то зачем тогда приводить в эфиры мнение Левады или КМИСа, например, то, о чем вы хотите сказать. То есть, в таком случае, по идее, вы тогда не уважаете свою передачу и свою историю. Но если говорить серьезно относительно того, есть ли доверие или нет, как правило, ну, кто виноват всегда в каких-то проблемах общества? Безусловно, социологи. Как вы правильно сказали, они рисуют цифры ни те, ни там, ни здесь. Ну, а если посмотреть с другой стороны, любому политику крайне важно, что о них думают, как считают, как люди относятся к тому, что они делают, что говорят. Ну, посмотреть обратную связь. Я, по большому счету, больше 30 лет занимаюсь социологией. И моя, в общем-то, роль, она как-то четко определена, за эти годы как-то она сложилась. По большому счету, я посредник между властью и теми людьми, мнение которых иногда власть интересует. Давайте говорить откровенно. А тогда почему такая разбежность между данными в ЦИО и Росстатом? В каком плане разбежность? Ну, там вот в процентном соотношении одни и те же показатели, они серьезно отличаются друг от друга. Ну, если мы возьмем, давайте, чтобы тоже не вводить, мы говорим о цифрах, которые люди не слышат. Если дело в том, что отношение к проблематике – это одно, а сухой язык цифр – это другое немножко. Поэтому, если мы хотим сказать, насколько вы счастливы, индекс счастья статистика не меряется. Понимаете, уровень дохода, безусловно, для людей это достаточно сложная информация. Ну, давайте откровенно говорить вам, мне или любому другому человеку, кто работает с нами в студии, задать вопрос, сколько вы получаете. Ваш уровень доходов личный, как правило, это та тема, которая с людьми откровенно осуждаться не будет. Ну, вот есть несколько тем – это личная жизнь, это финансовое положение, это, может быть, какие-то личные переживания. Может быть, еще пару-тройку тем, очень личных, которые люди на публику выносить не будут. Ну, полагаю, вопрос, достаточно вы зарабатываете, да, если задать человеку, он всегда ответить хотелось бы больше. Не факт, это вы так думаете. А сколько людей, столько и мнений. Я приведу один пример. Вот, когда я учился своей профессии, своему ремеслу, могу сказать одно, что есть такое правило. В социологии нет правильных и неправильных ответов. Это специфика нашей работы. Есть ваша уникальная точка зрения, которая мне невероятно интересна. Если вы сказали, что без разницы, ну, я принимаю вашу точку зрения, другой человек скажет по-другому. У нас просто часто складываются отношения. На самом деле, это хорошо, что вы этот вопрос задали. Может быть, мы немножко проясним ситуацию, чтобы не было такого огульного скепсиса относительно социологии, как науки, да, и относительно того, как относиться к цифрам. Их не надо, во-первых, идеализировать или демонизировать. Эти цифры, которые помогают принимать какие-то управленческие решения. Это отражение той реальности, ну, может быть, слегка искаженной, потому что все искажается в этом мире. Ничего это, причем искажение, оно не обязательно со знаком плюс или со знаком минус. Просто это отражение через призму личного мнения людей, отношение к важным делам, к важным событиям. Евгений, если верить этим сухим цифрам, да, и мнениям россиян, которые высказывают, тот же ВЦИОМ, да, он провел опрос, из которого следует, что большинство российских граждан рекордно за 9 лет говорит об ухудшении качества жизни. Безусловно, это отражает реальность, потому что, как мы понимаем, что и здесь статистика и отношения людей совпадает просто каждая по-своему. Ну, допустим, с момента начала кризиса финансового, когда санкции введены после России, без последствий эти вещи не проходят. То есть за эти несколько лет, то есть был очень высокий рост рубля по отношению к доллару, потом была стабилизация снижения, потом было снижение цен на нефть, такие макро-показатели, ну, санкционные действия против России, они, конечно, не могли не привести к каким-то последствиям. С другой стороны, люди на себе ощутили это. Ну, во-первых, что человек ощущает? Есть целый индекс, ну, выстраивается индекс социального самочувствия, это, допустим, помимо того, что статистика говорит, люди стали столько получать. Что человек стал на деньги, которые зарабатывают, что он может себе позволить? Как он может отдохнуть? Как он может потратить деньги на лекарства? Какие он может быть себе купить покупки? Как он может оплатить ЖКХ и так далее? Вот это сравнение, безусловно, есть. И особенно в динамике, то, о чем вы сослались на ВЦУМ, оно, безусловно, интересно. И когда ты смотришь динамики отношений людей и оценку то, что они могут себе позволить, тогда мы и складывается такое общее мнение, которое, не мнение, а отражение общественного мнения относительно того, как люди себя чувствуют, что они могут себе позволить, чего они позволить сейчас не могут. То есть я бы с большим интересом относился к цифрам, я считаю, что, еще раз повторюсь, их не нужно абсолютизировать, их нужно просто принимать как руководство действий. То есть жить только цифрами, вот, казалось бы, для меня это вот, ну, все, чему я посвятил свою жизнь, это вот именно социология, это моя работа, которую я невероятно люблю. Но я ее тоже не абсолютизирую, я просто считаю, что то, что я делаю, оно может быть предметом для обсуждения. Кстати, и с людьми в каких-то там ток-шоу, в каких-то там, может быть, круглых столах. Это при общении с политиками. Людям крайне интересны электоральные исследования, понимаете. Вот масса вопросов, которые, их отношения, допустим, к каким-то вещам, тот же индекс счастья, понимаете. Много чего интересного есть. То есть есть вещи, которые человеку любопытно узнать, есть вещи, которые вызывают у него сопротивление или споры. Ну, допустим, нашим телезрителям любопытно и интересно, наверное, все-таки в большей степени крымская тематика. Да, и если говорить о тех данных, которые публиковал Овцом касательно Крыма, сейчас практически тоже процентное соотношение готовы были бы проголосовать за воссоединение с Россией. А вот что касается обычных россиян, их отношение к Крыму, изменилось ли оно? Ну, вы знаете, обычные и необычные россияне, у них действительно есть некая разница. Потому что жизнь в Крыму, потому что Крым вот пять лет на острие событий. И то, что действительно, в целом тренд не изменился. Может быть, этот показатель стал чуть ниже, может быть, этот показатель, там число людей, которые, ну, затруднились с ответом, стало чуть больше. Но в целом, я хочу сказать, что, безусловно, подавляющее большинство граждан Крыма также ответили бы на вопрос относительно того выбора, скажем, который был совершен в 14-м году в марте. То есть, понимаете, здесь, это немцы проводили здесь исследования в прошлом году, если мне память не изменяет. Есть, проводили тут российские кампании. То есть, есть определенная динамика за годы. И я думаю, что если были какие-то критические показатели, то, наверное, уже была другая немножко реакция. Но могу сказать одно, что здесь, безусловно, нам интереснее, что произошло за эти пять лет. Вот я бы обратил внимание на другие вещи. Вот, а часто сравнивают жизнь с Украиной, когда был Крым в составе Украины, и жизнь сейчас. Я выделил пять показателей. Первый. Уровень образования. Вот мы задаем вопрос, вот я, там, мои коллеги проводят исследования, просто имею возможность к ним прикасаться. Я имею возможность их даже что-то помогать в анкетах, ну, и как бы интерпретировать данные. И мне это невероятно интересно, что произошло. Так вот, первое. Уровень образования стал выше, чем при Украине. Это мнение от граждан Крыма. Уровень медицины. То есть, много критичных замечаний их есть. Но фактор, опять-таки, в сравнении с Украиной, показатель лучше. Дальше. Уровень преступности. Ну, сейчас ситуация с этим показателем лучше, чем при Украине. Личная безопасность, это показатель в разы выше, чем с Украиной, понимаете? То есть, и этому, как бы, и опять-таки, это же все-таки в сравнении с Украиной, понимаете, происходит. Потому что есть еще цифры очень интересные, для крымчан, может быть, любопытные. Вот мы тоже задаем вопросы, вот люди задают вопрос, мои коллеги, относительно того, откуда вы получаете информацию от ситуации в Крыму, на Украине. Ну, больше, под 60% эту информацию получают из средств массовой информации. Но при этом же, под 60% респондентов, при ответе на вопрос, откуда они получают информацию о жизни на Украине, получают от своих друзей, знакомых и из личного опыта, понимаете? Ну, ведь все равно, часть людей пересекает границу, ездят к родственникам, к друзьям какие-то. Ж есть, коммуникации не прерывались. То есть, вы что понимали, паритетное отношение и к средствам массовой информации, ну, откуда берут, и к тому, что они получают личный опыт общения с родственниками. Такого нет в других регионах России. Ну, вот на Украине тоже провели социальный опрос, да, и там около 77% жителей страны удивительно, но позитивно относятся к россиянам. В то же время и данные в ЦИОМа об отношении россиян к украинцам, к рядовым гражданам, оно, в принципе, в большей степени позитивное. Значит ли это, что, в принципе, ситуация взаимоотношений Россия-Украина в плане народов, да, и не в плане большой политики, она может сейчас каким-то образом наладиться? Нет, я не разделяю этого оптимизма. То, что мои коллеги делают из ЦИОМ, то есть в режиме мониторинга, цифры невероятно интересные. Но я обратил бы ваше внимание на другие моменты. Еще лет 5-6 назад, как вы оценивали на Украине Россию, братская страна, дружеское государство, стратегический партнер. А источник угрозы там, страна, которая представляет, скажем, враждебное относительно России, там, это статистическая погрешность. С конца 2013-го по середине 2014-го года ситуация поменялась с точностью наоборот. Поэтому я не разделяю этого оптимизма. Потому что я, ну, как бы в той реальности пожил еще полтора года после Майдана. Я прекрасно понимаю, что такое меняется общественное мнение, когда миллионы людей начинают враждебно относиться к России и к русским. Понимаете, это не принято говорить сейчас. Может, это немножко диссонирует с теми словами, о которых сказал президент вчера. Понимаете, но я должен об этом сказать. Если мы хотим объективно оценивать ситуацию, да, он абсолютно прав, что международными проблем нет. Но проблема есть между властью, элитами. И, безусловно, это не может не затруднить часть народа. Потому что, по большому счету, в этой информационной войне, в глобальной и в локальной, какой хотите, вы с этим каждый день в Крыму сталкиваетесь. Ведь, опять-таки, я буду говорить о том, что ситуация то лучше то не стала, когда был blackout, когда была водная блокада. Да, у крымчан чувство собственного достоинства, чувство солидарности в эти сложные времена, вот они действительно вызывают уважение во всей России. Вот я это могу сказать абсолютно четко. Но здесь есть другие моменты, это взаимоотношения с Украиной. Здесь есть сложности восприятия. И на Украине большинство считает, что Крым аннексирован. Давайте так говорить, по факту. А это у большинства, у многих людей враждебное отношение к России. Но оно экстраполируется и на население России. А какие шаги предприняты за эти пять лет? Давайте посчитаем. Вот все, что за пять лет было властью, которая пришла после переворота, это, я не говорю, что русские каналы не показывают, артисты не ездят, мужчины в возрасте... Кстати, вот 53,5% считают, что запрет российских телеканалов на Украине является ошибкой. Это население Украины. Ну хорошо, они могут считать, но они живут в той реальности, которую им предложили. И они против нее не считают ошибкой, но ничего для этого не делают. Тогда это просто цифра нереальность. Нет, это не цифра, это просто отношение к тому, что мы и создаем иллюзию себе сами. Говоря, что там народы все... Вот знаете, как говорили, все люди хороши, все люди братья. Но когда на фронте, на востоке сотни тысяч мужчин и женщин на линии фронта противостоят друг другу, это факт. То, что миллионы людей находятся с семей, были разорваны вот именно этим конфликтами изнутри. Потому что кто-то Майдан принял, кто-то нет. А я напомню, что в 2014 году половина страны Майдан не приняли. Причем подавляющее большинство его не приняли на юго-востоке Украины, в том числе и в Крыму. Когда больше 80% Майдан не поддержали. А во Львове больше 80% Майдан поддержали. Вот тогда раскол. Просто сложилась такая ситуация, что люди, которые взяли власть, они взяли монополию на истину. Вот с этим я могу согласиться. Они взяли монополию на истину, на информацию о том, что тот, кто имеет другую точку зрения, они, эти люди, неправы. И что пролилась кровью, погибли люди, и крымчане погибли. Вот поэтому и случилась Крымская весна. То есть у людей складывается иллюзия, что если бы не аннексировали Крым. И опять-таки отсылает его к президенту России, который французам сказал, вот опять-таки, на празднование пятилетия, абсолютно четко. Что понимаете, вот в общественном мнении складывается, что если вы аннексировали, то как вы с людьми так поступили? Что они находятся... Я об этом говорил несколько лет подряд. Я это и на Западе говорю, когда я участвую в работе разных экспертных групп, закрытых, полузакрытых или открытых. Понимаете, я говорю, а как, где здесь равноправие? Если люди находятся под оккупацией, то я задам другой вопрос. А почему население Крыма увеличилось на оккупированной территории больше, чем на 12% за счет беженцев? Я что-то такого не понимаю. А население свободной Украины сократилось процентов на 10% за это время. Где... вот здесь логика. Давайте исходить из того, как оно есть. Но я еще раз говорю, я... вот то, что там отношения меняются, это не меняется задача. То есть должна быть более политическое руководство, которое принимает... Я имею в виду на Украине и в России, что если мы хотим диалога, значит, мы должны об этом диалоге говорить. Ну, если мы говорим о воле на Украине, да, в свое время Майдан, ну, не секрет, проект все-таки Запада, да. И сейчас вот почти 2,5% на Украине рассматривают вариант о чрезмерном вмешательстве Запада. То есть это реально очень уже сниженный процент, до этого было больше. Получается, сейчас уже вот эти западные хозяева Украины, они уже не контролируют сам процесс, и там творится хаос? Подождите, они его обеспечивают. Они его обеспечивают, организовывают и проводят. Я, в общем-то, до конца не знаю, как ситуация будет с выборами развиваться. Вы затронули чрезвычайно глубокий вопрос. Понимаете? Говорит, что виноват Запад, я придерживаюсь, вот как бы, ну, он это организовал. Что там говорить? Майдан... Ну, каждый преследует свои какие-то интересы. Подождите, но в любой стране, в любой стране, подчеркиваю, что если элита, население создает предпосылки, то заходят извне, если не в состоянии элита и населения решать проблемы собственным путем. Понимаете, о чем я хочу сказать? Вот в этом есть проблема, на мой взгляд. На Украине не захотели решать самостоятельно свои внутренние проблемы. Они делегировали решение проблем другим людям. Но это всегда решается не в их пользу. Понимаете? И вот на мой взгляд, ну, как вам сказать, для того, чтобы было внешнее вмешательство, должны быть внутренние предпосылки. Их было более чем предостаточно. И миллионы людей, подчеркиваю, поддерживают Запад, поддерживают движение на Запад. Да, разочарование Майданом колоссальное. Да, разочарование тем, что происходит. Реформ нет на Украине. Это, кстати, тоже сравнение, которое можете сравнить жизнь на Украине и в России. Я четко знаю, что есть такой индекс социального самочувствия. Так вот, при всем... Вы понимаете, в чем, наверное, особенность крымчан за эти пределеты? Я еще раз говорю, они на Острии. Я всегда вас говорю в эфире. Вы будете еще много лет на Острии, потому что будут смотреть, как перемены идут. Это решение огромного большинства людей, самостоятельное, добровольное, за которое люди взяли ответственность. Не только элиты, но и население. Так вот, я хочу сказать, что здесь, перед всем, что здесь не строят иллюзии по поводу сложностей, по поводу быта, цен, проблем. То есть, я могу четко ранжировать, что было позитивно, люди могут сказать, что негативно. Так вот, индекс того, что оптимизма социального, он здесь выше. Но если не в разы, то, наверное, процентов на 20-30 по каждому показателю. То есть, уверенность в завтрашнем дне. То есть, здесь показатели существенно выше. Может быть, даже и порядковая разница есть. С другой стороны, опять-таки, все, что за пять лет произошло, люди оценивают, опять-таки, сравнивая, что произошло на Украине за это время. Ну, и сравнение не в пользу Украины. То есть, нравится это кому-то, не нравится. Есть люди, которые критично настроены к тем событиям, которые происходят здесь. Но, на что я могу обратить внимание, что действительно люди пытаются на эту тему говорить. Я считаю, что, может быть, как раз в диалоге с президентом, когда представители общественности говорили, то, может быть, остроты не хватало. Понимаете, все-таки, ну да, юбилей, праздник, это все хорошо. Но вопросы затронут, вопросы смысловые, вопросы того, что делать. То есть, действительно, вкладываются огромные деньги в Крым. Но здесь есть смысл поговорить. Да, говорили там о Севастополе, как о Центре мирового православия, еще что-то такое. Ну, какие-то вопросы решаются. Но еще о том, что, наверное, важно для людей, может быть, проблематику озвучить бы не мешало. Понимаете? Евгений, я хотел бы вернуться к заявленной вами теме до этого президентские выборы на Украине. Да, все-таки сейчас. Да, до этого вы сказали, кстати, на том, что... Да, очень тоже интересный вопрос. Действительно, я с вами согласен смотреть за этим, наверное, цирком. По-другому его никак не назовешь. Зеленский лидирует, да? Безусловно. Потом Порошенко, потом Тимошенко. Но они периодически, там у них какой-то эксченж происходит. Действительно может комик победить и стать президентом? Или все-таки админресурс решает? Да нет, в той степени, как админресурс. Понимаете, я тут тоже в меньшинстве позиции. Я полагаю, что еще не факт, что выборы еще состоятся. Понимаете? Ну, слушайте, сейчас ситуация, информационная накачка последних двух-трех недель такова, что, в принципе, Порошенко скупает голоса, причем со слова Вакова, который произнес слова через неделю, вернувшись из Вашингтона. Заявление о коррумпированности украинской власти, оборонэкспорте, о том, что там какая-то была торговля подпольная с Россией. Ну, то есть, понимаете, темы, которые, по идее, должны убивать рейтинг Порошенко. Но я повторяюсь, в Москве повторяюсь и говорю, здесь вот эта интересная тема. Его политическая живучесть невероятная. То есть, в абсолютно невыгодных условиях это не обрушило его рейтинг. Это правда. Но это и не создает предпосылки. По белому он выиграть не может. Я еще раз повторю свою фразу. Не может он по белому выиграть. Значит, речь идет о фальсификациях, подлогах, пересчете и все. Но, опять-таки, оппоненты у него непростые. Я бы, знаете, не относился так пренебрежительно к Зеленскому. Слушайте, парню 41 год. Это новое поколение людей. Он состоялся в своем деле, в своем бизнесе. А что жизнь выбросила на поверхность, как вы говорите, комика? Ну, в жизни такое тоже бывает. Но это успешный человек. И причем миллионы, практически все граждане Крыма его знают. Ему не нужно было, знаете, добиваться узнаваемости. Ведь многие политики годами идут к тому, чтобы их там знала хотя бы половина страны. А его знает вся страна. И знает сразу. Вопрос, как к этому относиться, это уже дело каждого. Но если, как знаете, с холодной головой посмотреть, то, на мой взгляд, это работает некая группа, не группа, а, допустим, Коломойский, Зеленский, Тимошенко. Это представители Днепропетровской политической, ну или интеллектуальной бизнес-элиты. Я, мне кажется, они пока сейчас очень солидарно работают по... И этот триумферат борется с Порошенко. То есть, Коломойский в тени, а Тимошенко и Зеленский работают наружи. То есть, ну, у Зеленского позиция он выиграет практически во всех регионах во втором туре. Более чем с двукратным перевесом над Порошенко. Вот если за две недели до выбора, вот вы правильно говорите, я социологию анализирую от разных украинских социологических компаний относительно того, какие ставки. Пока я вижу, что выиграют. Да, пошли вбросы. Вот сейчас вот то, с чего вы начали передачу, есть понятие социологические войны, есть понятие то, что убрасывается непроверенная, недостоверная или порой даже какая-то придуманная информация относительно рейтинга. Вот недавно, может быть, дня три или четыре назад, в известиях, ну, известие это интернет-ресурс российский, была такая заметка интересная, что Порошенко догоняет Зеленского, там дается разрыв, там сокращается чуть ли не 6, там не сколько процентов, СОЦИС там дает 7-8 процентов, еще какая-то компания дает там около 10 процентов разрывов в первом туре. Ну, информация такая, что сокращается разрыв. Я полагаю, что в информационных войнах вот эти взбросы, они на пользу Порошенко, но это, знаете, таким образом, это нивелирует работу социологов, потому что, еще раз говорю, как бы ни ругали социологов, как бы политики не относились пренебрежительно порой к этому и попыли в публичных заявлениях, но я могу точно сказать, что когда приходит момент Че, наступает время Че, любой подходит к тебе и говорит, а что там на самом деле, понимаете? Поэтому вот к этому надо относиться очень аккуратно, спокойно и не ломать эту историю. Точнее, математики, да, социологии? Нет, она не точнее, это вещь такая, которая действительно, слушайте, на кону, когда стоит твоя политическая судьба и жизнь, человек очень дорого готов отдать, чтобы посмотреть в будущее, а как у тебя прогноз будет. Поэтому, еще раз говорю, социологические войны сейчас присутствуют, я это увидел. Ломается единое, ну, знаете, как правило, совпадает. Если грамотно сделаны социологические исследования, они, как правило, результаты, они коррелируют. Сейчас разрыв идет. Хотелось бы продолжить украинскую тему и настроение граждан, рядовых граждан. Их отношение к вступлению в НАТО Украины изменилось. На сегодня уже в меньшей степени, меньшее процентное соотношение желает, чтобы Украина была в блоке. Что это значит в принципе? Ничего это не значит. Пока есть политическое руководство, которое придерживается этой линии поведения, которое сделало все, чтобы разорван был большой договор, кризис в Черном море, блокада Крыма, война в Донбассе, подавление натомыслия всего. То есть, по сути, не важно мнение обычных граждан. Ну, как не важно, нет. Она дает эту информацию, да, что люди думают так. Слушайте, с ней нужно тоже по уму распоряжаться, понимаете? Вот вы говорите, что как изменилось отношение к русским. Мне это ничего не говорит. Из Украины создан, Украина функционирует как антирусский проект. У вас есть с этим, по поводу этого возражения? Ну, в большей степени, да, я согласен. И часть элиты, которая находится у власти, и население, часть населения, которая это поддержит, готова за это бороться. Вот таких людей миллионные. Но не стоит забывать, что есть другие миллионы, которые против этого. Ну, правильно. Послушайте, эти миллионы есть, но их волос не слышат. Вот сейчас, если произойдет в процессе выборов, я не уверен, что это будет. Должно что-то сломаться внутри. Потому что сейчас, по большому счету, большинство ополчились против Порошенко. Это по факту. Удастся сломать, но так как он держится, я еще раз говорю, я опять-таки тут не симпатия, антипатия. Тут как бы, ну, здравый смысл подсказывает, но в борьбе он выдерживает пока. Пока, подчеркиваю. Но вот при очень неблагоприятных условиях. Теперь по поводу НАТО вы говорите. Ну да, там процент, который из-за вступления в НАТО, там порядка 40 с лишним процентов. И против вступления, там тоже 20, ну там разрыв, там 16. Ну и Евросоюз также, да, они уже не особо радуются. Нет, вопрос такой, что, знаете, тема, когда раньше была актуализирована, подавляющее большинство граждан Украины выступали против НАТО. Эту тему начал Ющенко, кстати. Качать тему начали, да, несмотря на большой договор с Россией, который был подписан с Кучьим. Потому что, согласно большому договору, о нем забыли. Забыли, там и в преамбуле было написано, то, что стратегическое партнерство не делает страны, я очень близко к тексту, практически по тексту, что не будут делать ничего, чтобы нанести ущерб друг другу, стратегические проекты, стратегическое сотрудничество. Уже тогда начали размывать эту историю. То есть вопрос по НАТО, сейчас, если захотят продавить, они продавят. Но это усилит внутренний раскол в обществе, это да. Потому что большое количество людей, вы здесь тоже абсолютно правы, прежде всего, на Евго-Востоке, которые не могут донести свою точку зрения. Потому что нет консолидированной оппозиции. Во-первых, нет тем, которые, есть темы, которые нельзя обсуждать в украинском информационном пространстве. Потому что как? Это договор, это диалог с Россией, да? Это прямой диалог Киева и Донбасса. Это, скажем, позиция, связанная с тем, что развивать торговые, восстанавливать политические отношения с Россией. То есть сразу ты враг народа. А такое количество людей, которые так думает, их большое число на самом деле. Но это еще не решает задачу. То, что против или за НАТО. То есть это не заслуга ни России сейчас. Россия в данном случае держится в очень глухой обороне. Вот если откровенно говорить. То есть пока все информационные поводы идут оттуда, из Украины. Но появился реальный шанс. Потому что он связан с выборами на Украине. Я бы обратил внимание на несколько позиций. Первое, это то, что, во-первых, нужно ли признавать выбор. Потому что если будут такие нарушения, в России большинство не работает. Но опять-таки кто-то сказал из политиков, говорит, а если Крым вы считаете своей, почему здесь не за знаменитой? Будут голосовать те, как мы разрешим. Да, да. Понимаете, много вопросов. Очень много вопросов возникает. И на Западе возникает очень много вопросов относительно качества избирательной кампании. Относительно ее прозрачности, справедливости, честности и так далее. То есть есть масса вопросов. Евгений, ну будем надеяться, что вопросы решат в положительном русле. А социологи, в принципе, сказали, что это сухие цифры, которым нужно верить и на которые нужны операции. Не, верить в церковь. А здесь, в которой нужно принимать его внимание. Верите, то идите в церковь. Я согласен. И в этом случае, наверное, будем надеяться, что элиты политические, не только нашей страны, но и в том числе Украины, если они придут все-таки к власти нормальные люди и нормальные здравомыслящие политики, они будут использовать во благо. Благодарю вас за беседу. Спасибо. Вам успехов в работе. Зрители, я благодарю за внимание. Увидимся с вами завтра в этой же студии в прямом эфире программы «Вечер.Лайф». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова